И всем привет, ребят! С вами Mr.Bike, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим анонсам, а именно списку обновлений. Это второй видеоролик, который выходит у нас по обновам в четверг. Ну и сегодня мы обсудим те самые долгожданные списки обновлений, которые у нас появились. Есть что обсудить, есть что вам рассказать и показать. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы обсудим все новости, которые у нас здесь появились. Выглядят, конечно, они не супермасштабно, но здесь реально есть что обсудить. Во-первых, появляется новое устройство на молот, как я уже сказал в первом сегодняшнем видосе. Если вы вдруг его еще не видели, то тоже можете перейти, посмотреть. В описании ссылочку на него оставлю. Есть у нас новое устройство на молот, тяжелый слагерь. Это устройство, которое будет действовать плюс-минус так же, как дефолтный слагерь, только еще с дополнительной дальностью. Соответственно, это устройство должно уже наносить не то, что на средней дистанции, уже больше в средне-большую дистанцию переходить молот. И это может стать реально крутым устройством. Другой вопрос лишь только в том, насколько быстро там будет работать перезарядка и насколько это все дело будет актуально. Но, например, с каким-нибудь викингом, я думаю, что это устройство будет иметь место быть и будет очень хорошо работать. Также у нас обновлен стандартный скин для пушки молот до HD версии. При этом, после многих изменений в балансе, разброс дроби молота стал значительно больше по горизонтали, чем по вертикали. Чтобы отразить эту способность, в конструкцию пушки мы добавили молоту второй ствол. Не знаю, как это все дело будет выглядеть, но завтра мы это вместе с вами увидим. Также стандартный скин улучшен до HD как раз таки версии. И при этом занерфлено устройство штурмовая кассета, которое до сих пор является супер имбовым устройством. И уже с завтрашнего дня его нерфят еще один раз. При этом пушка страйкер, пусковая установка тандем, время перезарядки после залпа становится меньше. То есть это буст устройства. А вот устройство гидро, пауза между пусками ракет в залпе становится 20-20 вместо минус 30. Соответственно, это будет работать в нерф. То есть одно устройство апается, другое нерфается. При том, что тандем, на мой взгляд, максимально бесполезный был в последнее время. Не знаю, как сейчас. Но когда я его получил в вызове принят и тестировал, это было максимально плохое неконтентовое устройство. Гидра, в свою очередь, смотрелась неплохо. Ее апают. Посмотрим. Ой, вернее нерфят. Посмотрим, что с ней будет после этого нерфа. Устройство гиперскоростные снаряды на гаусс. Дальность минимального поражения становится минус 25%. Я так понимаю, что это буст. Это буст устройства. То есть на, получается, средней дистанции урон будет неплохой. Я так понимаю. Из того, что написано. Может быть, я не прав. Ну и самое важное и самое интересное, это то, что в про-битвах у нас появляются карты до 100 игроков. Дюссельдорф будет в себя вмещать. Темпл будет 90 вмещать. И Берлин будет вмещать 80 игроков. Эта обнова сделана для контента. 100%. Именно для контента. И уже с завтрашнего дня у меня лично, например, появится возможность, может быть, даже сделать какой-нибудь контентик на Дюссельдорфе на 100 игроков. Да. Посмотрим. Будет ли это интересно. При том, что у нас в про-битвах сейчас повышены фонды. И увеличена возможность фарма. Быть может, это возвращение тех самых легендарных про-битв в виде демки. При том, что там 100 участников на Дюссельдорфе. Мне кажется, что это будет выглядеть очень вкусно. Но посмотрим. Потестируем. Статистика игры на старых защитниках модулях перенесена на новые. Проблема решена. А то многие ребята жаловались. И кто-то даже видосы записывал по этому поводу, что рейтинги обнулились. Все сделали, все перенесли. Добавлен сброс авторизации аккаунта раз в 30 дней. Даже при подключенной двухфакторке. В целях повышения безопасности. То есть, если вы 30 дней не заходите на аккаунт, то у вас сбрасывается двухфакторка. И вы должны ее ставить заново, я так понимаю. Ну и доработаны мобильные версии HTML. Интересно, когда она выйдет полноценно. Но пока что еще только лишь все дорабатывается. В целом, кажется, такой необъемный список обновлений. Но, если честно, и изменения по устройствам есть. Которые можно протестировать. Да, все четыре устройства. Что гиперскоростные снаряды на ГАУ. Что гидру, что тандемчик, что штурмовую кассетку. Если вы хотите это все увидеть, то, конечно же, пишите. Ну и контентик, мне кажется, по пробитвочкам. Дэм, дюсик на 100 игроков. Должно быть мясная темка. Должно быть очень мясная темка. Посмотрим, как это будет работать на самом деле. Ну и будет ли вообще в этом всем деле интересно. Например, там стрим какой-нибудь завтра посвятить такой вещи. Я думаю, что было бы интересно. Пишите, что вы думаете. Хотели бы вы поучаствовать, возможно, в такой темке. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих изменений и обновлений. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.